Ребят, ну у вас сегодня очень сложная задача. Мы даже конкурс назвали так по-своему профессионально простому. У вас сегодня предстоит очень простой и всеми любимой оливье сделать необычным. Это Софья и Марина. И они готовят тот самый оливье по специальному рецепту. А все потому, что девушки хотят удивить судей, которые будут оценивать их старания в рамках кулинарного конкурса. Среди студентов Щелковского колледжа, обучающихся на поваров. Девушки раскрыли нам секрет своего рецепта, который заключается в добавлении необычных ингредиентов. Именно поэтому салат получается таким особенным. Вместо обычных яиц используются перепелиные. И овощи не просто отвариваются, а запекаются. Так же, как и курочка. Мой семейный рецепт. Там есть еще маленькая ежимка в соусе. В сам соус в майонез добавляется мандариновый сок. Чуть-чуть. По итогу проделанной юными поварами работы получились салаты, которые действительно достойны того, чтобы после их пробы сказать, как вкусно. Оценивали участников конкурса в трех номинациях. Лучшая идея для ресторана, оригинальная подача салата оливье, ну и, конечно, приз зрительских симпатий. Но это еще не все. Пока часть студентов создавала кулинарные шедевры, другая в это время тушила пожар и спасала человека из задымленного помещения. Все дело в том, что на территории Щелковского колледжа также прошла учебная тренировка будущих пожарных. На мероприятие съехались студенты со всей Московской области. У нас сегодня основные задания, которые выполняет каждый пожарный в своем боевом посту, это поиск и спасение пострадавшего в дыму, это постановка автомобиля на водоисточник пожарного для беспребывного водоснабжения и, соответственно, само тушение пожара. Каждый пожарный должен уметь это выполнять, должен знать, как это все делается, должен все это делать оперативно. В отличие от поваров, для пожарных задания проходили не в формате конкурса, а исключительно для отработки ими необходимых приемов и приобретения профессиональных навыков на практике. Территория возле Щелковского колледжа большая, и это позволяет инсценировать там чрезвычайные ситуации, чтобы студенты смогли показать, чему уже научились. Оба мероприятия прошли в рамках Дня среднего профессионального образования, который будет отмечаться в нашей стране 2 октября.